Здравствуйте! Это «Национальный интерес» на телеканале БТБ. Мы говорим о том, что разъединяет, о тех вещах, на которые россияне и украинцы в своем большинстве по-разному смотрят, об исторических вещах. Кирилл Галушка, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории Украины у нас в студии. Здравствуйте! Здравствуйте! И на скайп-связи с нашей студией сейчас находится Вадим Долгов, профессор исторического факультета Удмуртского государственного университета, город Ижевск. Это российский историк, доктор исторических наук. Вадим, приветствую вас тоже! Здравствуйте! Наверное, давайте сразу первый вопрос к Вадиму. Он на расстоянии. Вадим, скажите, можете ли вы объяснить, почему так получается, что Киев – мать городов русских, что говорит, наверное, о наличии здесь, на этих землях элементов государственности. А вот многие историки российские, общественность российская почему-то аплодируют тем словам, например, многих ваших политиков о том, что государственностью здесь и не пахнет на территории Украины. Какое ваше мнение по этому поводу? Ну, я думаю, что, в общем-то, проблемы особо никакой нет. И тут даже дело не в российской исторической науке, а и украинские ученые, я думаю, мы тут с коллегами нисколько не расходимся во мнениях, что Киевская Русь, так называемая, была колыбелью трех народов, ну, уж извините, братских. Ну, это не означает, конечно, что Россия имеет право претендовать на Киев, потому что колыбель – это колыбель, а жизнь, она, конечно, даже и братьев порой разводит в совершенно разные места. И, конечно, государственность в Древней Руси, она так или иначе была связана и с Киевом в первую очередь. Ну, все же, вот почему так получается? Вот у многих людей неувязкость здесь, да, вот они понимают, что как бы все шло из Киева, с одной стороны, да, а с другой стороны, вот сейчас мы слышим от ваших политиков вот такое. Вот складывается у украинцев такое впечатление, что то ли российские политики истории не читают, то ли они нарочно так говорят для того, чтобы получить какие-то политические дивиденды. Ну, если честно, я не знаю, о каких конкретно там высказаниях, каких политиков идет речь, я не особенно их внимательно слушал. Ну, вполне могу допустить, что они, наверное, не очень хорошо читают историю или вовсе не читают. У меня других тут версий нет. Государственность, безусловно, на территории Украины возникла довольно давно, там, тысячу лет назад. Но была ли эта государственность конкретно украинской, тут, конечно, большое сомнение. А я тут буду ссылаться даже не столько на российских историков, сколько на, на мой взгляд, самого лучшего на сегодняшний день специалиста по древнерусской истории. Это украинский историк Алексей Толочко, который сравнивал древнерусское наследие с неким таким выморочным имуществом, которое теперь пытается делить люди, которые хоть потомками являются, но непосредственно отношения не имеют к наследию. Вадим, у меня, как у историка, возникает вопрос, который, в принципе, беспокоит, ну, не знаю, насколько беспокоит, он актуален и для украинских и для российских историков в том, что и российское государство, и украинское видят свои корни в Киеве. И у обычного человека, то есть, скажем так, обывателя, который хотел бы разобраться в корнях тех проблем, которые возникают и ощущаются сегодня, когда же все-таки началось вот это вот разделение? И мне тут вспоминается что-то из великого российского историка Ключевского, который, когда писал о XII веке и о князе Андрея Боголюбском, цитаты, которые у нас очень любят многие авторы для того, чтобы сказать, что вот, когда, насколько давно начался этот конфликт, Ключевский сказал, что в лице Андрея Боголюбского Великорос впервые вышел на историческую арену. Это было написано более ста лет тому назад. Как бы вы сейчас интерпретировали слова Ключевского, как к этому можно относиться, как это понимать? Ну, я не знаю, честно говоря, как это можно интерпретировать. Мне кажется, Василий Осипович Ключевский был любителем красивых фраз, потому что на Киев, например, также нападал и отец Андрея Боголюбского, Юрий Долгорукий. И вообще очень многие князья нападали на Киев. То есть разделение, я думаю, началось после монголо-татарского нашествия. Вот тогда система была нарушена, и развитие регионов пошло несколько по разным дорожкам. Притом и украинской, то есть нынешней украинской территории, нынешней российской территории так или иначе развивали некий русский дискурс. И как хорошо, по-моему, как раз у Толочкова сказано, потом встретившись не узнали друг друга, не признали друг друге русских людей. Так что корни, конечно, довольно глубокие у этого противостояния. А скажите, пожалуйста, вот встретились и не узнали друг друга. То есть это говорит о том, что когда-то в какую-то часть древнерусского периода контакты, грубо говоря, Киева и территории, например, Центральной России были интенсивны и потерялись уже в результате монголо-татарского нашествия. Вот насколько знали друг друга, грубо говоря, в 12 веке люди, которые жили в Ростове и Суздале, и люди, которые жили в Киеве? Что их объединяло или кто? Ну, их много что объединяло. Во-первых, объединяло их, я думаю, что общность происхождения. Это раз. Во-вторых, объединяла их церковная организация. Объединяло схожий язык, объединяло, так сказать, схожее самосознание. Княжеская династия много что. То есть они знали о существовании друг друга. Ну, я так понимаю, люди тогда, если кроме как князья со своими дружинами в процессе выяснения каких-то политических конфликтов, никто слишком активно, скажем так, не ездил туда-сюда. То есть знали ли визуально те же ростовчане, суздальцы, на что похожи киевляне? Я думаю, что ездили достаточно активно. И кроме того, если посмотреть топонимику вокруг Владимира, предположим, то видно, что называли объекты, заселяясь именно представители Южной России, потому что название часто дублируется. А вот такой еще вопрос, который у нас тут многих будоражит. Ясно, что есть взгляд на общее древнерусское прошлое, которое было общим. Есть у нас также взгляд, который более распространен в сфере массовых представлений, чем в науке, о том, что изначально существовало некое глубокое этническое различие между, грубо говоря, будущими украинцами и будущими русскими. Вот мы не зря вас сегодня беспокоим. Вот вы находитесь в Удмуртии, в городе Ижевск. Понятно, что Ижевск более известен производством автомата Калашникова, который сейчас очень популярное изделие у нас на востоке страны. Но это Удмуртия. То есть Удмуртия – это финно-угорские народы. У нас любят писать о том, насколько русские, они славяне, если большая часть европейской территории России была когда-то населена финскими племенами. Я читал эстонский учебник «История» на русском языке для русскоязычных гимназий. Там говорится о том, что северные русские – это потомки исчезнувших финских племен. Скажите, пожалуйста, вот каков след финнов или финно-угров в политической культуре или вообще, скажем так, вот история северо-восточной тогдашней Руси? Да, я думаю, что это интересный вопрос. Я тоже им достаточно глубоко занимался. И свет на него могут пролить генетические исследования, которые сейчас как раз достаточно широко проводятся. И результат их каков? Что половина русских и половина украинцев принадлежат к одной генетической группе – Р1А. И это означает, что, по крайней мере, у половины украинцев и у половины русских 15 тысяч лет назад был один предок, то есть они происходят от одного человека. Но при этом, безусловно, в генезисе русского народа существенную роль сыграли финны по тем же самым генетическим исследованиям. Еще раз повторяю, что этничность, она, конечно, никак не связана с генами напрямую, но все-таки условно финских генов, то есть тех генов, которых, например, много у удмуртов, среди русских их примерно процентов 30. Но среди украинцев они тоже есть, около 8%, то есть, конечно, меньше существенным образом, но тоже есть. Если говорить о культуре, тут, в общем, тоже вопрос непростой, поскольку, например, в русском языке практически отсутствует заимствование языков финно-угорских, как ни странно. Ну, вот единственное, что мне приходит на память, это слово «пурга», которое является заимствованием. Насколько я знаю, в украинском языке такое слово тоже, по-моему, есть, да, ведь «пурга». То есть оно проникло достаточно далеко. Насколько, видимо, нету, но я не готов. Словарь у нас большой, то есть, всякое, видимо, существует. Да, если продолжать, то, там, по сравнению, скажем, с татарским или, тем более, греческим влиянием, финно-угорское влияние на культурном уровне не настолько сильно просвеживается. Такой вот еще вопрос о разных влияниях на этничность. Древнерусский язык. У нас очень много спорят между собой языковеды, лингвисты, и насколько был распространен в период Древней Руси некий единый язык. И критика, которую я читал по этому поводу, она говорит о том, что тот древнерусский язык, который мы знаем из летописей и документов той эпохи, которые потом переписывались, то есть, то, что до нас дошло, то есть, мы, ясно, что мы знаем достаточно немного о том, как люди там разговаривали в быту. То есть, существует предположение, что это был исключительно язык искусственный, книжный, в основе которого был церковнославянский язык Кирилла и Мефодия. То есть, это что-то вроде латыни в средневековой Западной Европе, уровнем ниже которой существовали простонародные диалекты германских языков, романских и так далее. Можно ли что-то говорить о том, что-то известно ли о том бытовом языке, который был, например, где-нибудь в Ростове и Суздале, в Киеве и Новгороде. То есть, не тот рафинированный язык, который чем-то может напоминать хохдойч, который для людей образованных. Не могли бы вы это прокомментировать? Разговорный и официальный язык? Ну, во-первых, начну с того, что диалекты были взаимно понятны. В общем-то, там нет никаких сведений о том, чтобы ходили с толмачами, предположим, из Новгорода в Киев. Во-вторых, мы все-таки можем судить и о бытовом языке, по языку, например, берестяных грамот, которые ведь не только в Новгороде найдены, а по языку духовных завещаний, то есть завещаний каких-то таких простых юридических документов. В общем, особой такой глобальной разницы, как между латынью, предположим, и немецким языком, такой глубокой разницы не было. То есть достаточно было выучить буквы, чтобы уже понимать письменную речь. То есть это не было особым языком, совершенно точно. Кирилл и Вадим, смотрите, у нас не так много времени. Я понимаю, что вы тонко чувствуете темы и можете углубляться до бесконечности. Скажите, как вы относитесь, я хотел бы уточнить ваше мнение по поводу, например, религиозной тематики, в частности, христианства. Вот христианство крестили Русь вот здесь, в Киеве, на берегах Днепра. А сейчас что мы имеем? У нас в Украине действует киевский патриархат и московский патриархат. И это неплохо, наверное, свобода вероисповедания, это все хорошо. Но, с другой стороны, мы же понимаем, что московский патриархат не признает киевский. Вот как может быть, вот тоже не совсем здесь в Украине понимают, как может быть, что крещение Киевской Руси происходило здесь, на этой земле. А сейчас, вот для того, чтобы быть, может быть, там, признанными или действовать, ну, свободно здесь, на территории Украины, вот, нужно признание, как вы считаете? Ну, я вот конкретно в церковный вопрос не особенно уникал. Ну, во-первых, киевский митрополит уехал в город Владимир в 1300 году. Потом, правда, вернулся, и, может быть, поэтому. Ну, кроме того, чтобы признать киевский патриархат, тут недостаточно мнения московского патриарха, потому что признание производится соборно. Конечно, мы понимаем, но, в частности, мнение московского патриархата, оно тоже отрицательное. Ну, они там ограничены какими-то своими сугубо каноническими идеями, которые, честно говоря, я вот не вникал, их не особенно меня интересовали. Не могу дать какого-то внятного комментария по позиции московского патриархата. Кирилл, а как Вы считаете, что происходит? Почему вот такая историческая несправедливость, на мой взгляд? Дело в том, что церковная история, она тоже долгая и сложная. То есть, действительно, киевский митрополит покинул Киев. Но это стало поводом для того, чтобы организовать митрополию в Галиче, то есть в западной части Украины, которая не находилась в столь тесных отношениях с Золотой Ордой или с Владимирским княжеством. То есть, это нам подарило одно из наших названий древних Украин и Малая Русь. Это как раз было связано с Галецкой митрополией, которая была основана как альтернатива той киевской вождь, который покинул территорию. Потом сложно оценить, то есть, я, опять же, не специалист в церковных делах, но известно, что до, если я не ошибаюсь, 1686 года киевская митрополия, она подчинялась Константинопольскому патриарху, одному из селенских патриархов. И, соответственно, ее тогда переподчинение московской патриархе, оно происходило, грубо говоря, за взятку, скажем так. Но дело в том, что церковь живет по своим обычаям, и, соответственно, те, кто считают это, грубо говоря, взяткой неканоническим деянием, они прибывают в оппозиции к московскому патриархату, который 16-го столетия канонически. То есть, все это сложно и запутано. Естественно, что украинскому гражданину хочется некой простоты и скорости в решении церковных вопросов. Но дело в том, что инерция в таких вещах, она очень долгая. Однако, хочется верить, хотя бы, ну, наблюдается там некая тенденция, что если церковь все-таки идет за обществом, то, возможно, вопросы каноничности киевского патриархата или автокефальной церкви, или объединения поместного всех украинских православных церквей во что-то одно, этот процесс каким-то образом все-таки сдвинется. Хотя, опять же, с точки зрения свободы вероисповедания, мне бы не хотелось, чтобы у нас существовала какая-то одна церковь, которая наиболее близка к государству, которая наиболее доверенная. Потому что именно разница в пределах той же православной веры между разными конфессиями, она позволяет человеку делать все-таки определенный выбор, а не идти автоматически за традицией, которая его замыкает вот в одной церкви. То есть он может выбрать то православие, которое ему ближе. Как по мне, есть в этом и нечто плохое, когда верующие между собой конфликтуют, но есть хорошее, когда у человека есть выбор в ареале его свободы совести. Вот как вы считаете, почему все же близкие народы, братские народы, часто называют россиян и украинцев, и здесь еще и белорусы, но сейчас, в частности, идет речь о украинских и россиянах. Вот часто можно услышать, что мы братские народы, что у нас похожие языки, и мы друг друга понимаем. Даже кто-то может не знать русского, или кто-то может не знать украинского, но в целом можно понять человека. Вот близость есть действительно, а история у каждого разная. Ну, как минимум, давайте так, акценты у истории разные. Почему, как вы считаете? Вадим. А, ко мне вопрос. А я думаю, что у всех... Нет, ко борьям вопрос, давайте с вас просто начнем. Это нормально? Не вижу проблем в этом. У всех истории разные, у всех людей истории разные, у всех стран истории разные, у братьев истории разные. Так? Нет, ну одно дело, когда истории действительно разные, когда исторические факты разнятся, а другое дело, когда на один и тот же исторический факт есть разные точки зрения. На один и тот же исторический факт есть точки зрения даже внутри страны любой разной. То есть у каждого историка есть там свое какое-то видение, понимание. Ну и тут, очевидно, чтобы договориться, нужно разговаривать и как-то обсуждать какие-то, вести, может быть, работы на конференциях. Я думаю, что так. А вот как вы считаете, сейчас, наверное, не совсем время дискутировать на высшем уровне или на каком-то государственном уровне по поводу истории, потому что у нас есть очень много текущих вопросов и противостояний. Но в целом, вот могут ли услышать россияне и украинцев? Вот склонны ли россияне слышать украинцев? Потому что не нужно забывать, что очень многие в России считают нас, снова же, недонацией или младшим братом, кстати. А к младшим братьям, как правило, прислушиваются чисто демонстративно. Если честно, я не знаю, что это деть на этот вопрос. Сейчас, конечно, услышать друг друга будет крайне трудно. Но главное, может быть, не поссориться окончательно и подождать, когда ситуация хоть сколько-нибудь наладится. В этом я вижу, например, свою цель. То есть я стараюсь поддерживать контакты с коллегами на Украине и стараюсь все-таки обходить острые темы и искать какую-то все-таки линию, которая нас будет соединять. Кирилл, как вы считаете? Я думаю, что Вадим тут бесспорно прав и в негативной констатации того, что сейчас это все действительно сложно и проблематично. И как я говорил в прошлой передаче, когда у нас был диалог с коллегой Вадима Александром Мусиным, что отношения весьма сильно испорчены на десятилетия. С другой стороны, по-моему, сам факт того, что мы с Вадимом тут ведем диалоги с киевской студией, говорит о том, что существует достаточное количество российских коллег, с которыми можно вести определенный диалог. У них взгляды, естественно, отличаются от того, который может быть у нас. Но, тем не менее, надо спасать определенные научные контакты, то есть надо спасать сам по себе диалог, потому что политики могут между собой, естественно, реализовать свои какие-то стратегии. Война может, как это ни грустно, продолжаться. Но, тем не менее, поскольку мы отвечаем за прошлое своих стран и по доступу информации людей к этому прошлому и по его интерпретации, то надо этот диалог продолжать, для того, чтобы, когда наступит более благоприятный период для взаимопонимания, уже была какая-то здоровая база для контактов, отношений и спасения того научного диалога, который был раньше. Что касается диалога, есть сомнения, что он сейчас может быть эффективен. Ну, в целом, по той ситуации на востоке Украины, вот, Вадим, как вы считаете, в целом, да, можно по-разному относиться отдельно, вот, в Украине по-разному относятся к россиянам в целом и к России, да, и к Кремлю. Это для нас уже, вот, довольно-таки отдельное понятие. Вот, как вы считаете, все же, здесь может быть диалог эффективный? Я не знаю, может ли быть диалог. Пока диалога не видно. И тут, мне кажется, предугадывать ни один историк не возьмется. Вот такое вот сложное положение. Потому что мне из России все выглядит вот не так, например, как считает уважаемый Кирилл, да, то есть у меня свое видение этой ситуации. То есть я-то считаю, что существенная доля вины на том, что сейчас происходит на востоке Украины, лежит на нынешнем правительстве Украины. Ну, может быть, такая точка зрения, по-моему, и не будет, конечно, симпатична. Ну, а в чем, вот, вы считаете, вот, что, в чем вина заключается-то, нынешнее правительство, тем более? Ну, я думаю, что... Я вот искренне поддерживал Майдан в Киеве, и мне казалось, что Майданы в остальных, и антимайданы в остальных частях Украины тоже имеют право на существование, тоже какие-то свое мнение заявляют. И вот мне показалось, что Украина в данном случае ведет себя совершенно по-имперски. То есть новое правительство, пришедшее демократическим путем к власти, начинает вести себя так, как будто это правительство не демократического государства, а имперского, которое начинает давить там окраины. Понятно, что, может, там не все люди там за ДНР и за ЛНР, но, тем не менее, там есть какая-то активная группа, которая выступала, да, то есть вот не прислушались. То есть сразу начали говорить, что это вот незаконно, что они неправы, то есть наш Майдан правильный, их Майдан неправильный. Мне вот показывалось, что это совершенно неправильный подход. А в чем вот имперские настроения проявляются? В том, что группа людей с автоматами решила, ну, я не знаю, отсоединиться от Украины как минимум, да, не будем говорить сейчас, там, обвинять Россию в том, что к ней хотели присоединиться, хотя, в принципе, опыт Крыма показывает, что к этому могло все прийти, да. И вот, когда официальная власть в Киеве решила защитить то население Донбасса, которое не хотели, которое хотели быть с единой Украиной, это, поверьте, это немало людей. Это немало. А вот в чем вина-то? Ну, вот, на мой взгляд, вообще вот дискурс единой неделимой страны, он совершенно имперский. То есть вот Россия, например, там, пыталась не отпустить Чечню. В результате мы видим, что проблемы определенные существуют там и до сегодняшнего дня. Мне кажется, тут прямая аналогия. Вадим, вы же понимаете, что вот разница между Востоком Украины и Чечней хотя бы в том есть, что на самом деле на Чечню никакого влияния не оказывала третья сторона. А на Востоке мы прекрасно знаем, что российская, будем говорить прямо Кремль, да, постоянно проводил пророссийскую политику и постоянно пытался породить там какие-то антиукраинские настроения. Ну, я не думаю, что там Кремлю это шибко надо. Мне кажется, это и для Кремля большая проблема, то, что сейчас происходит на Востоке Украины. А что касается Чечни, там были свои силы влиявшие. Это, так сказать, исламское сообщество мировое, которое, в общем, действовало достаточно активно и действует. Спасибо, спасибо. Тогда давайте, Кирилл, все-таки минуту вам, для того, чтобы вы высказали свое мнение по этому вопросу. И будем уже завершать, потому что... Дело в том, что по поводу Донбасса, то есть, эта дискуссия у нас старая, поскольку меня приглашал для презентации своего творчества, например, Владимир Корнилова, автор книги «Донецкая Криворольская республика. Расстрелянная мечта». И аргументацию донецкого сепаратизма я достаточно хорошо знаю. И та критика, которая прозвучала в адрес того, что жизнеспособности отдельного Донбасса и так далее, она очень банально зиждилась на статистике, хоть царского времени, хоть советских переписей, о том, что большинство населения в Донбассе составляло и составляют украинцы, что существенно отличает донбасскую проблематику от чеченской, потому что русские и чеченцы все-таки разные народы. А украинцы в Донбассе и украинцы во Львове, это, может быть, одни русскоязычные, другие украиноязычные, но это украинцы. Вот. И с точки зрения той же самой социологии современной, то есть, более 50% населения Донбасса поддерживает единство Украины, то есть, речь не идет о формальных нюансах конституционного устройства, меры свободы общин или федерализации как таковой. Отдельный Донбасс, за него где-то, грубо говоря, четверть или треть населения. И, соответственно, это определяет логику и истории региона, ее понимание и логику отношения к тому, что происходит сейчас. То есть, на кого работает государство и на кого работает социально-украинский актив. На своих соотечественников, которые отнюдь не склонны в своем большинстве покидать, пускай и не стабильный, но свой украинский корабль. Спасибо. Спасибо всем участникам сегодняшней дискуссии. Вадим Долгов, профессор исторического факультета Удмуртского государственного университета из города Изжевска, был на скайп-связи с нами сегодня. Мы вам благодарны. Вадим, спасибо вам. И Кирилл Галушка, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории Украины, был в этой студии в программе «Национальный интерес» на телеканале БТБ. Спасибо, что смотрите нас. Оставайтесь на БТБ и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok